Ну что, всем привет, с вами я, Соня. Сегодня я такая вот в очках, немножечко загадочная девчоночка. И мы с вами сегодня будем снова закрывать свои гештальты, покупать хотелки. И первая такая вот хотелочка, мне кажется, многие тоже хотели ее, это Инстакс. Помню, как я откладывала свою первую зарплату, которая была в 5000 рублей. В 14 лет я отложила себе эти деньги, но потом потратила все на одежду. Ну, как обычно, собственно. Но я хотела купить себе вот этот вот Polaroid, фотоаппарат в мгновенной печати, но так и не совершила я эту покупку. Не устроила себе фотосессию, поэтому давайте закрывать именно этот гештальт и отправляемся в лес фотографироваться на Polaroid. А еще, я вам, знаете, сразу скажу, снимали мы это уже достаточно давно, еще когда лежал снег. Ну, он, в принципе, и сейчас еще лежит, но уже как бы апрель. Всем привет, ребята! Мы попали в лес. И знаете для чего? А для того, чтобы закрыть еще один гештальт, а именно пофотографироваться. Да, просто пофотографироваться, но нет. Пофотографироваться на Инстакс. Ну, это вообще, это роскошь. Я ощущаю себя немножечко таким репортером, вот так вот с микрофоном. Да, в общем. Новости Кирова. Новости Кирова. Вот такой вот Инстакс. И сегодня мы будем на него фотографировать. Тут есть зеркальце, куда можно будет смотреть. И, ну, фотографировать. Видеть, что ты вообще фотографируешь. Технологии. Че люди только не придумают. Че, где фокус, алло? Да, вон, на это дерево. Какое дерево? Так, достаем. О, есть! Она еще не до конца. Она проявится сильнее. Ждем дальше. А вот и наш результат. У меня есть такая вот фотография на Polaroid. Такая вот я тут в шубке, в шапке, в джинсах и в лесу. Теперь повешу ее куда-нибудь, куда-нибудь к себе на стену. И буду смотреть. А, может быть, так и оставлю, положу фотоальбом. Но смысл в чем? Смысл в том, что мы с вами закрыли первый гештальт. Теперь у нас есть фотография на Polaroid. Мы с вами пофотографировались. Устроили себе фотосессию. И, ну, стало спокойнее. Да. В общем, такие вот дела. Но, знаете, я так хочу немножечко возмутиться. Почему такие дорогие картриджи? То есть тебе надо купить Polaroid. Он тоже стоит такая, ну, большая копеечка. И плюсом еще картриджи, которые вообще в первый раз могут не проявиться. И у нас это, кстати, так и случилось. В первый раз у нас картридж не проявился. И я не появилась на вот этой вот маленькой бумажечке. Поэтому пришлось второй раз фотографироваться. И хоть на второй раз у нас вот я появилась на свет. Следующая хотелка. И она уже, знаете, такая. С большим сроком. А именно слаймы. Я так ведь это и не сделала. Я так и не осуществила вот эту вот свою мечту. Когда, сколько мне лет, 11-12? 12, наверное. Может, 13 было. Когда вот это вот только-только становилось популярным. Где там надо тетра-бонатнатрия. Вот это вот все. Я же ходила по аптекам, спрашивала. А мне никто не продавал. Да. Сколько я потратила пены вот этой папины для бритья. Вы бы знали. Папа, наверное, сходил каждый раз с ума, когда понимал, что у него закончилась пена для бритья. А я просто полностью всю ее выдавливала. Что-то смешивала с клеем. Добавляла какой-то гель для стирки. Все это замешивала. У меня ничего не получалось. Я выкидывала. Но давала еще попытки. И так вот миллиард раз делала. Поэтому все. Сейчас я решила окончательно закрыть этот гештальт. И купила себе уже набор. Вот такой вот набор слайм тайм. И мы с вами сейчас сделаем этот вот слайм. Он получается неоновый. С конфетти. Ну дают. Слушайте, да. Мы вообще с вами сейчас... В шоколаде будем. Выглядит этот набор таким образом. Тут у нас идет... Так, чтобы понять, что да как тут. Вот такая вот баночка. Тут у нас, получается, идет сами конфетти. Это, скорее всего, загуститель, который сделает наш слайм густым. Вот такая вот палочка, с помощью которой мы будем надувать. Клей прозрачный, нетоксичный. И еще у нас тут лежит активатор для слайма. А, вот, вот тот самый виновник, тетрабонат натрия, который я не могла купить. Вот он как выглядит. Вот такая вот жидкость. Баночку для смешивания. Она, кстати, выглядит как баночка для анализов. Ну ладно, опустим этот момент. Выливаем клей. Вот такой вот клей. Ох, какие звуки-то приятные. Так, сейчас мы добавляем краску. Оказывается, это не загуститель, а краска. Ну что, вот такая вот у нас жижа получается. Сейчас сюда мы добавляем конфетти. Вот оно. Я надеюсь, что я это тоже не просыплю. Потому что у меня есть опыт в этом деле. Я еще тот, рукожоп. Ладно. Ура! С Новым Годом! Все это мы тоже размешиваем. Вот так вот. Ну пахнет, конечно, ужасно. Пахнет клеем. Угу. И добавляем его в нашу основу. Что он не перемешивается у меня. Так. Ох! Ну, как всегда. Да, конечно. Падай, падай. Все. Разминайте слайм руками, пока он не станет эластичным. Это что получается? Сейчас я должна вот эту массу взять в руки. Не особо хочется. Не, ну в принципе получилось все как надо, да? Как будто бы мы с вами можем открывать свой бизнес по изделию этих слаймов. Я даже помню, как раньше хотела это сделать. Продавать свои слаймы за 30 рублей. Из геля для бритья. И пофиг, что гель для бритья стоит намного дороже, чем 30 рублей. Давайте его попробуем надуть. А то нам обещают, что его можно надуть. Не знаю, как это сделать. Но сейчас мы это попробуем сделать. Что это? Как эта девочка на коробке смогла надуть такой пузырь? Меня накалябывают. Накалябывают. Меня накалебывают. Вот как. Да пошел ты в пень. Надену очки, чтобы, знаете, так это стать снова загадочной девушкой. И давайте с вами закрывать следующий гештальт. А именно, я очень давно хотела сходить на гончарную лепку, на гончарный круг. Потому что, конечно же, конечно же, все фильмы, все сериалы достаточно сильно повлияли на мою романтизацию данного дела. Что ты вот так вот сидишь, лепишь все вот эти приятные тактильные ощущения под эстетичную музычку. И потом из твоих рук получается вот такое вот замечательное чудо. Ну, в общем, все понятное дело, я это романтизирую. И очень хочу закрыть гештальт и сходить на мастер-класс. Поэтому сегодня с подругой мы идем на индивидуальный мастер-класс, в котором нас научат, как лепить. Ну, я не знаю вообще, чему там будут нас учить. В общем, все вместе с вами посмотрим. Я, конечно же, беру вас с собой, поэтому пойдемте собираться. Вообще, как я поняла, есть ручная лепка и гончарный круг. Вот, мы сегодня пришли с подругой на гончарный круг. Нам проводила мастер-класс такая вот милая девушка, которая рассказывала, как все нам правильно сделать, свое изделие. И вообще я пришла с длинными ногтями, хотя это, ну, нельзя делать. Но у меня вот такая вот ситуация сложилась, что только так получилось прийти. И мне ничего особо не сказали, наоборот, помогали. И мне было максимально комфортно, нормально. Ну и началась плодотворная работа над нашим изделием. Вообще, много нового для себя узнала. Например, то, что глину надо делать туда-сюда на гончарном круге, чтобы пропустить пузырики с воздухом. И при обжоге или когда мы будем наливать что-то горячее в нее, наше изделие не сломалось и не треснуло. Вот, допустим, такую информацию узнала. Да и в целом, вот эти вот новые такие ощущения тактильные. Глина мокрая, которая крутится, и ты вот ее пытаешься сделать какую-то форму. Ну, то есть, ну, необычные ощущения. Да-да-да, чтобы скольжение было. Чувствуете руками, чтобы было скольжение. Обняли, прямо сходите ее. Обнимите этим местом тоже. Да, тихонечко. И чувствуйте глину, чтобы она у вас не оторвалась. Получательно. Только чтобы глина у вас вот так вот собрали. Глина вот так вот обнимаем целиком. И спустя час, наверное, у нас получился такой вот промежуточный результат. Ну, красота. Я даже удивила, что из моих рук вышло что-то такое. Сушив немного наше изделие специальным феном, мы пошли творить за стол. Работать над детальками, улучшать свое изделие, делать какие-то фигурки, рисовать. И вообще дать просто полет своей фантазии и заниматься творчеством. Ну, и отдыхать, кстати, тоже. Мозг очень хорошо отдохнул. Так, снова я тут все перекрываю. Узоры все. Мы делим на две части. Это будет наша половиночка на тарелку. И вот так со всех сторон. Соня, вы очень здорово справляетесь с ними. Чудо-ногтями. Два часа пролетело незаметно. И в итоге у нас получилась вот такая вот красота. Да, две тарелочки, которые мы получим только через месяц. Но посмотрите, как они выглядят. Мне уже все нравится. Даже без цвета. Вот эта вот рыба. Вот эта вот сама просто круглая, милая тарелочка, в которую я потом буду класть что-нибудь. Итогового, получается, изделия гончарного мы с вами сегодня точно не увидим. И я думала, что, ну, может не сегодня, может нам через недельку. Но нет, нам сказали только через месяц. Поэтому, ребят, сейчас мы с вами не увидим моего готового изделия. Но в своем телеграм-канале, ну, правда, я просто не знаю, где еще. Поэтому в телеграм-канале я выложу результатик, покажу. Мне самой очень интересно, что выйдет. Потому что я там еще выбрала цвета. Такие вот они, красивые. Поэтому хочется уже увидеть готовое изделие. И пишите, кстати, в комментариях, ходили ли вы на гончарную лепку. Понравилось ли вам, не понравилось. А еще что меня порадовало. Нам попалась хорошая женщина, девушка, которая проводила мастер-класс. Изначально она, конечно, меня так это немножечко косо на меня смотрела из-за моих ногтей. Потому что, ну, она говорит, мало кто может что-то сделать с этими ногтями. Все всегда только портят изделие, и ничего ни у кого не получается. 10% она сказала, что кто сможет. В итоге, в конце вообще мастер-класса, она говорит, ну, Софья, вы меня очень сильно удивили. Очень сильно. Что, оказывается, вот вы смогли настолько аккуратно сделать свое изделие, что я вас поздравляю. Вот. Поэтому, в общем, такие вот у меня приятные ощущения. Приятные воспоминания остались об этом месте. Поэтому, что еще сказать-то? Пишите, кто ходил, кто не ходил. И в Телеграме покажу. И давайте уже подытожим это видео какой-нибудь такой вот сладостью. Какой-нибудь такой вот этакой штучкой едой. Потому что в детстве всегда хотелось попробовать вот эти все американские штуки. Американские сладости. Все вот это вот, знаете, то, что в интернете-то выкладывали блогеры. Все это хотелось, конечно же, попробовать. Но денег было нема. Сделала сейчас звук, как мой слайм. Ну, в общем, вот. Поэтому сегодня я хочу попробовать Доктор Пеппер. И вы сейчас скажете, Соня, их продают на каждом углу. В каждом магазине. Но лично такой вот... Сейчас покажу, какой. Че я сижу-то? Лично вот такого цвета я никогда не видела. Мой любимый, кстати, зеленый цвет. Вот. Он получается с черри. И давайте с вами попробуем. Выпьем под конец видео, за данное видео. За вас выпьем. За все хорошее. И красиво подытожим. А сейчас давайте откроем. Ну, как всегда, конечно же, без этого никак. Пахнет вкусно. Все по стариночке, все по стандарту. Но в детстве я такого никогда не видела. Это вот сейчас как-то стали появляться. У нас вот на полочках такие вот всеразличные напитки. Но раньше, чтобы увидеть вот это Доктор Пеппер, слушайте, я бы душу продала за вот это. Давайте попробуем. Что ж такое все проливаю? Но вкусно. Пишите, какие вы напитки пробовали американские. Я еще хочу какой-нибудь, знаете, коктейль может. Баунти, шумс, там, Марсы. Ну, вот эти вот в бутылочках. Думаю, можно будет потом заказать для следующей рубрики, если вы хотите еще видео в данной тематике. А я вас очень сильно всех люблю, уважаю. Спасибо большое, что посмотрели данное видео. Будет приятно, если вы напишите комментарий, потому что сразу для меня становится ясно, что не просто так я снимаю, что люди реагируют на видео. В общем, все. Всем пока-пока. Ой.